Сегодня о нейросети, встроенной в Notion. К сожалению, услуга платная, хотя и не очень дорогая. Пригодится в первую очередь тем, кто постоянно сидит в Notion. Ну а остальным просто для ознакомления. Как далеко продвинулись технологии. Вообще, Notion весьма полезная штука, и я ей активно пользуюсь. Нейросеть встроена, отдельно подключать ее не надо. Можно либо вот здесь выбрать Ask AI, либо воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl J. Тут, собственно, все, что можно проделывать с текстом, а если текста у вас нет, его можно тут же изгенерить. Вот всякие разные шаблоны, но в целом это просто текстовый запрос к нейросети. А значит, вы можете написать его и своими словами. Русский он понимает, но иногда немного сбивается. Нам нужен пост для соцсетей, например, о преимуществах нейросети в Notion. Enter. Ну такой себе пост я бы не стал постить. Ну ладно. Давайте попробуем сделать это подлиннее. Значит, теперь можно заменить новым текстом старый текст. Либо оставить оба варианта. Заменим. Что можно сделать еще? Summaries, то есть короткая выжимка из написанного. Очень, кстати, полезно. Там мы делали Replace, а здесь давайте оставим исходный текст и тот, что он нагенерил. Что бы еще такое сделать? Давайте переведем это все на английский. И Replace. Заменить. Так, еще. Кстати, нейросеть вызывается также по нажатию на пробел. А вообще, чего изобретать? Давайте у самой нейросети и спросим, какие три главные функции она бы выделила. Анализ текста, рекомендации на основе текста и проверка орфографии, изменения стилистики и так далее. Ну попробуем что-то из этого проделать. Вот такой текст с сайта Теплицы о том, как купить подержанный телефон. Читать мне долго и лень, давайте возьмем Summaries. О чем это? Бинго. Ведь не поспоришь. Я потом перечитал текст и понял, что его действительно можно свести к этим двум предложениям. А еще можно попробовать. Да, вот это тоже круто. Он может сделать экшн-айтемс из этого текста. Ну то есть свести весь текст к короткому списку действий с чекбоксами. Чтобы прямо выполнили, отметили. И авторам подобных инструкций я бы советовал в конце такие списки действий давать. Даже самому делать ничего не надо, скормите нейросети. Она все сделает за вас. А штука очень полезная. Что еще можно? Еще можно изменить стилистику. Ну, такое себе. В данном случае стиль расслабленный, небрежный. Действительно стилизует, но за ней надо проверять. По меньшей мере какие-то обороты можно воспринимать как подсказку. Не обязательно доверять нейросети во всем. В данном случае исходный текст мне нравится больше. Ну, по сумме. Ну и в целом все. Это функции, которые мне понравились. Остальное все интуитивно понятно и в целом мало чем отличается от чат GPT. Сервис, как я говорил, платный. На бесплатном тарифе он дает поиграться и в какой-то момент напишет, что вы исчерпали лимит. Посмотреть, сколько бесплатных запросов у вас осталось, можно в сеттингс и мемберс. И тут апгрейд. Вот, 65% бесплатных запросов я использовал. И здесь можно приобрести AI по цене 10 долларов в месяц, плюсом к тому, что вы уже платите за свой тарифный план. Если платите хоть что-то. Ну, в общем, ждем, когда использование нейросетей станет повсеместным и цены начнут падать. OpenAI, конечно, в этом смысле очень крутой с их расценками. Посмотрите, например, скринкаст о плагине GPT4Walk, ссылка в описании. Ну и любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует...